Всем привет, всем здравствуйте! С вами снова Ярослава Геринг и наше экстрасенсорно-парфюмерное видео. Сегодня мы поговорим о светлом празднике Пасха! Христос воскрес всем православным! Ну и конечно не может обойтись без новинок. Это наше видео и сегодня я буду распаковывать 4 аромата. Эти 4 аромата были вдохновлены, скажем так, именно вот этим периодом весна, Пасха и все вот в эту степь. Ну и естественно пока у нас будет и распаковка, я вам буду рассказывать что-то достаточно интересное, какие-то факты, может быть даже из, что такое Пасха, из истории. Ну и естественно расскажу вам об ароматах. Итак, давайте приступим. Первый аромат, с которым я вас хочу познакомить, это, это вот такой. Называется Secrets du Paradise Rouge от бренда Jules et Mets Made in France. Вот такой вот аромат, мы его будем именно распаковывать. Но я вам расскажу немножечко о том, что вообще этот, так как у нас сейчас праздник идет, да, мы находимся в таком в пасхальном возбуждении, все крестный ход, свечки, стол ломится от явств. Явств, правильно? Надо же, какое слово я вспомнила. Красим яйца на Пасху. Естественно, нет таких ароматов, которые могли бы каким-то образом передать запах вареных яиц. Но я думаю, что нам это не пригодится. И пока поговорим о том, что, почему яйца красят в красный цвет. И этот аромат, который называется секрет красного парадиза, да, секрет красного рая. Вот как раз об этом мы и поговорим. Вы уже покрасили яйца? Чем вы их красите, расскажите мне. Может быть, кто-то красит луковой шелухой. Или у вас есть какие-то специальные краски, которыми вы красите яйца, пищевые какие-то краски. Я отмечаю здесь, в Швейцарии, аж две Пасхи. Одна это католическая и вторая православная. Сейчас у нас православная Пасха, 16 апреля. А католическая была 8 числа. У нас всегда какая-то разница в неделю или в две. Ну, в общем, это вот по истории так сложилось, что мы, хоть мы все и христиане, но живем по двум разным календарям. Так вот, я все думала, о каких ароматах можно поговорить именно в теме пасхальной. И, ну, как же можно обойтись без рая. Рай. И красного цвета яйца, которые, в общем-то, самые такие основные. Да? Давайте сейчас распакуем этот аромат. Так, новенький-новенький. Вот он вот недавно ко мне пришел. Я все думала, куда бы мне, в какую бы мне его подборку. И вот как раз пасхальная подборочка у нас. Давайте посмотрим на флакон. Я его тоже буду видеть впервые. Я с этим брендом познакомилась по отливантам. Я слышала уже... Пардонте. Я слышала уже этот парфюм. Почему-то не открываешься. Ну, конечно, здесь нужно еще оторвать наклейку. А то так мы его с вами не раскроем. Так, в чем дело? Надо же, как залепили его. Ну, сразу видно, что родной. Потому что если был не родной, там, скорее всего, это наклейки либо вообще не было, либо она уже оторвалась бы уже сразу. А, и с другой стороны... Ну, давайте все-таки... Ох! Нет, все-таки нужно его открывать. И с другой стороны тоже. По-другому не получится. Ну, надо же, как они его упаковали. Вот, посмотрите, красота. Вот он этот парфюм. Такого очень красивого цвета жидкость. Флакончик очень приятно держать в руках. Он такой... Ой, все в наклейках в этих... Он такой миленький. Он такой... Такой симпапулечка. Очень красивый. Сейчас мы с вами его сразу попробуем. А потом я вам расскажу, почему же красят яйца в разные цвета. Давайте сначала об аромате. Это, конечно, весна. Здесь слышен даже миндаль. Немножко, да, миндаль. Здесь какие-то весенние цветы. Очень красивый аромат. Он пряный. Чуть-чуть, чуть-чуть пряностей. Немного. Нироли, мед. Да, нироли. Вот такие вот цветочки. Такие белые. Вот чуть с розовеньким. Очень хорошо слышится. И здесь должен быть заявлен мед. Мед. Меда я пока не слышу, но, скорее всего, он откроется ближе к базе. Очень громко. Да, я помню, я носила от Левант, и он у меня долго-долго сидел на руке. Весенний, красивый. Ну, действительно рай. Вообще, этот аромат, он не был придуман именно для Пасхи. А вообще, он был придуман для города, мне кажется, Марракеш. А там вообще другая религия. Ну, мы сейчас не про это, а про то, что как бы связано с яйцами. Да, почему вот такого вот красного цвета я выбрала флакон и жидкость. Я вам сейчас расскажу, почему красят яйца. С появлением христианства символы древнего языческого поклонения сохранялись и были адаптированы для христианской религии. У христиан существует легенда, которая гласит, что Мария Магдалина принесла вареные яйца, чтобы поделиться с другими женщинами у гроба Иисуса. И яйца в ее корзине чудесным образом превратились в красные, когда она увидела воскресшего Христа. Другая легенда относится к усилиям Марии Магдалины по распространению Евангелия. Согласно ей, после вознесения Иисуса Христа Мария направилась к римскому императору Тиберию и за обедом заявила ему, что Христос воскрес из мертвых. Император не понял, тогда Мария Магдалина взяла в руки яйцо со стола, чтобы объяснить. В ответ Тиберия сказал ей, что человек не более способен воскреснуть, чем яйцо стать красным, после чего говорится, что яйцо окрасилось в красный цвет. И вообще красные пасхальные яйца являются частью пасхальных обычаев, представляют собой особый тип пасхального яйца, пригодовляемого различными православными христианскими народностями и часто сопровождаются другими традиционными пасхальными блюдами. О других пасхальных блюдах мы сейчас поговорим. Так вот, очень красивый аромат весенний и красного цвета и говорит нам о рае. Куда Иисус попал? Естественно, в рай. Вот мы тебя сейчас отставим в сторонку и поговорим о другом блюде. Это блюдо, естественно, кулич. Кулич и вообще всякие пасхальные вкусности, потому что на крестный ход, естественно, народ идет в церковь, несет с собой еду, ну, во всяком случае, по нашей православной традиции, где потом все и вся эта еда благословляется, и яйца, и куличи, и потом народ после того, как провел 40 дней на посту, едят вот такую освященную еду. Что у меня есть из гурманики? Я уже распаковала этот аромат, потому что я хотела его поносить, но распаковку вы сейчас здесь видите, поэтому не вру. Вот только недавно распаковала, купила я этот парфюм в Риме. Я была недавно в Риме, ездила, как всегда, на свои курсы, у меня там школа. Зашла в магазин Campo Marcio 70 и познакомилась с этой новинкой от бренда Hot Fragrance Company. И он называется Нирванеску. Нирвана, да, опять мы куда-то вот в такую вот мистическую область заплыли с вами. И, естественно, рай, да, парадиз, нирвана, в общем, все туда. Посмотрите на флакон, какой он красивый. По сравнению с другими коробками, эта коробка, мне кажется, более простая. Вы помните вот эти коробки, где открываются странички с совершенно потрясающими рисунками? Но здесь мы видим вот такой флакон, он немножко другой. Здесь нет рисунка, который мы обычно видим на каких-то парфюмов, вот как у меня есть. Wear love everywhere. Там такая в розовом стоит тетенька. Здесь это более лаконичный такой парфюмчик. И сам по себе аромат, он гурманский. Он гурманский, поэтому я, как один, одного из новичков, взяла именно в эту подборку. Что же здесь за гурманика такая? Она немножко алкогольная. Здесь слышится что-то типа коньяка. Но потом уходит сладость. Здесь есть ваниль, здесь есть деревянные нотки. И вот не представляется, вот стоит кулич на какой-то деревянной подставке. А так как народ в России в основном, когда после поста уже начинают приходить в себя, так сказать, они и выпить были бы рады. Это может быть даже какая-то ромбаба. Очень вкусный аромат, сладкий. Восточный немножко такой. Он долго сидит на коже. Он мне очень нравится. Поэтому, что вот на закуску, к яйцам, вот мы яйца покрасили, кулич испекли, поставили на стол всякие разные сладости. Даже, может быть, еще пока не поставили. Но готовимся к тому, чтобы отнести все это на освещение в церковь. И поэтому следующий аромат у нас связан именно с церковью. Я его тоже распаковала. Он был в пакетике, но мне надо было с ним познакомиться. Но это новый, я вам еще ни разу его не показывала. Это от бренда Eldo, который называется Rien Intense Incense. Это совершенно потрясающий ладанный аромат. Здесь ладан, он мистический, он церковный. Да-да-да, он церковный. Но здесь такая церковь, сейчас я вспомню. Здесь чувствуется, что в церковь принесли вкусняшек. На освещение горят свечки, какая-то деревенская церквушка. И в этой церкви проходит обряд. Вот-вот прозвучала молитва, и должен быть крестный ход. А потом освещение всех вот этих вот вкусняшек. То есть здесь очень хорошо чувствуется ладан, но он ладан теплый такой. Он согрет, скажем так, атмосферой. Такой мистической атмосферой, где немножечко витает в воздухе что-то сладкое. Но в то же время горят свечи, стоят иконы. Очень красивый аромат. Он на коже сидит с утками. Это действительно, вот произнесли молитву, и все, и уже не отмыться, как сказать. Вот так вот. Так что, если кому нравится, но ходить в таких вот достаточно церковных, таких явно ладанных ароматах могут не все. Поэтому осторожно, потому что он действительно вцепляется в одежду и в кожу. Ну, а аромат, ой, потрясающе красивый. То есть он такой праздничный, именно обрядовый такой, церковный обрядовый. Вот на крестный ход, мне кажется, что должно прям очень-очень хорошо подойти. Но когда у нас все осветили, когда все вкусняшки стоят на столе, нам нужно что обычно, что мы делаем? Мы завариваем чай. Естественно, может быть, кто-то там ромбабу съел, да, или коньячком где-то подзаправился. Но чаек это в нашей традиции. И у меня есть последняя новинка от бренда Eccentric Molecule 1 плюс черный чай. Итак, встречайте новичка. Вот он. Мы сейчас его будем с вами раскрывать, распечатывать. Мне самой очень любопытно, потому что я его не пробовала, заказывала. Я его вслепую абсолютно. И очень надеюсь, что он мне понравится. К подборке, к этой, мне кажется, что он здорово подошел. Вот он. Последний блоттер у меня остался. И сейчас буду пробовать. Конечно, лучше его даже не на блоттере, а на руке. Но я попробую как на блоттере, так и на руке. И посмотрю, есть ли разница. Кажется, я с ним не прогадала. Давайте я его все-таки не буду ставить. Мне как-то было удобнее поставить. Но хочу вам показать этот флакон новый. 100 миллилитров я взяла себе. Это действительно черный чай. Скорее всего, индийский. Он такой немножечко терпкий. И там чувствуется прямо не то, что чаинка. Это не из пакетика чай. Это чай, который надо заваривать. Там крупнолистовой, да, наверное, скорее всего, называется. То есть здесь чувствуется... Ой, какой он приятный. Он теплый. Это, скорее всего, ну, не знаю. Ну, пусть будет это индийский чай. Крупнолистовой. Заваренный практически до темноты жидкости. Ох, какой он красивый. Сейчас, скорее всего, я им займусь и понюхаю, какой он будет оставлять шлейф. Я вам потом еще расскажу о нем. Я думаю делать подборку молекулярных ароматов. У меня уже одна подборка есть. Я ее уже выпустила. Но к этим ароматам у меня в коллекции добавились много разных молекулярных ароматов. У меня был просто запой с молекулами, с разными молекулами. Не бренда Эксцентрик Молекул, вообще с молекулами. И у меня будет на канале обязательно подборка, но не сразу. Всем счастливой Пасхи. Всем хорошего настроения. Чтобы у вас все в жизни сбывалось. Побольше вам новинок. Побольше вам добра в жизни. Любви. Христос воскрес. Продолжение следует.